Такой кофе-брейк в нашей активной жизни нам не может получиться. Как вы знаете, тема пространственной мысли и обнуждения сверхсознания. Звучит так экзистенциально, абстрактно, а на самом деле это то же самое, что сказать людям «ты человек», «я и сам знаю». «Я человек, я сам это знаю». Так вот это то же самое. Это то, что есть в ум. Но вот мы западные люди и мы воспринимаем любую информацию не как восток через интуитивный разум, а мы воспринимаем через рациональный. Логика, факты, докажите, аргументируйте. И в этом как раз вот, в этом как раз и проблема, потому что нам надо найти тех гуру, тех людей, которые будут перевести на язык интуиции, на язык логии. И, к счастью, есть такие гуру, которые работают на западное мышление, на западную ментальность, на нас. Вот эта тема я снимаю более 30-ти лет. Действительно, люди, которые знаем, у меня 20-ти, больше 20-ти. Любаши и все они заставили меня в этот период, когда я их все домик открываю в 90-х и тоже устраиваю разные воркшопы, саксанги. Но это вот все с 20-ти с небольшим, да? И в два часа, которые у нас есть, уложить 30-ти летний опыт познания этой темы невозможно, естественно. Значит, цель набросать такой ютюб небольшой, какие-то штрихи к портрету дать. Обобщать. Обобщать тем, чтобы было видение цельное. Не просто вырованная информация, а чтобы дать картину. Просто такой цельный пейзаж. А там уже понравился мне камень, я так к нему подойду, изучу, понравилось море, что это камень, море и кораблик на море. Вот чтобы вы просто увидели это в объем. А потом уже изучали, что хватит. Просто именно вот набросок. Вот как художник говорит, трехминутный набросок. Вот этот набросок я попытаюсь сегодня сделать, потому что в Португалии у нас уже определенное время реалирует эти саксанги и у нас раз в неделю мы собираемся. было сперва раз в месяц, сейчас раз в неделю, потому что мы так плотненько берем кусочек. Сперва были общие саксанги, а сейчас уже эту кусочку мы так идем. Это те они изучают. Набросок. Перед тем, как сделать вот этот тюк, надо понять, вот чем отличается западная витальность от восточной. И он делил всех людей, потому что мы рождаемся и мы задаемся. Это неизбранные спрашивают, кто я и зачем я сюда пришел, и куда я ухожу, и миссия моя, и зачем я здесь. Нет, каждый человек задает себе всегда эти вопросы. Ну, задает, задает, нет, а то я тут ладно, смотрит по сторонам Марина направо. Никто вроде особо так не учится, но я не буду заморачиваться. Ладно, живу потом. Дети, рутина, жизнь и все. Идет уже какой-то блок. Вот, здорово. Правда, Ларина. И что происходит? Что какие-то люди, они посвящают больше времени на то, что найдет. Кто-то вообще уходит в горы к тебе и окунается в эти проблемы. Так вот, Романома Харши делил всех людей, которых затрагивает тема на три мурия, на мокрые древесины, на каменные углы и на полы. Он говорит, если разговариваешь с человеком и говоришь им, абсолютная реальность, чистое сознание, космос, космическое происхождение человека. И он никак не реагирует на эти слова. Это мокрое древесины, ее надо сушить. И вот, ни одна жизнь идет нам высушку. Потом начнет огонек делать гляд, потому что он заложен сухой древесины. Древесный уголь сухой, но он загорается на эти слова. Он загорается потихонечку, потихонечку, пока, значит, не превратится в огонь и силу. А есть люди порога. Скажешь и скажешь абсолютная реальность, пространственная мысль. Щелчок. Все. Он там. Какая реанимационная подготовка произошла этой души? Что она предопределила собой и своей жизнью какие-то определенные условия и попался на пути. Потому что все предопределено. Что мы сидим или что у нас только пять, так должно быть. Что мы здесь сегодня, что я приехала и возник такой импульс собраться. Это тоже все предупределено. Потому что кому не нужно, он не будет всегда участвовать в этом месте. И поэтому никогда вот эти знания не должны ходить за человеком. если человек где-то подготовлен, где-то он ходит на определенный уровень, значит, все обстоятельства сложатся, чтобы раскрывать пути. опять-таки возвращаясь западная ориентальность. Сколько западников, сколько ученых, философов ездят и ездят в Индию. на Тибет, в монастыри, уходят в какие-то учения глубокие, в медитации недельные. Возвращаются и говорят. Я все понимаю теоретически, что так. Но вот они не могут мне объяснять это. Они молчат. Они слушают вантры. Я вижу, что они уходят в транс, они уходят в молитвенное состояние. И у меня это составили звуками. И вот мне попалась как-то книга, лет 8 назад, Франклин Мейнн Волф. «Пути в иноизмерение». Это математик, философ, математик, ученый. И он сказал, я прошу весь путь, что проходят дети. В поиске ответа я понял, что я не могу отключить ум. Ум для меня на первом месте. Логика, рациональность, доводы, факты, аргументы. И это моя природа. И я стал тогда пытаться через этот инструмент познать трансаментально измеренность. И он смог познать. И вот его книга, кстати, на русском языке, она переведена. Почему португальцы очень забиты? Потому что многие из них читают хорошо по-английски. Он американец. И вот эта книга, конечно, она объясняет очень многое. И для нас мы должны, конечно, если мы в начале нашего пути, мы должны прибегать к западной ментальности именно к людям, которые прошли свой путь, достигли цели, но они нашей природы. Потому что очень хорошо йога, очень хорошо буддизм, но это не наша природа. Наша природа функционирует, ты должен даже не доказать, что это существует. Потому что мой интеллект, он построен так, что я воспринимаю то, что я и верю. Я работаю, верю или не верю. Я верю тому, что видят мои глаза. Я верю тому, что я могу ощутить тактильно. Вот этому я верю. А ты мне говоришь о каких-то вещах, которые я не вижу, не чувствую. Я должен в них верить. Ум отказывается сразу же. Но какой он отказывается для лучшей? Вот так как у нас у всех западный стиль мозговой деятельности, начнем смотреть на наш мозг. У нас три мозга, как вы знаете, да? У нас мозг самый древний, базовый, рептилиановый мозг. Рептилиановый мозг, ему более 100 миллионов лет. Он у нас под динозавр. И этот базовый мозг – инструмент выживания. Инструмент консервации человеческой особи, репродуктивной функции. Он ответственен за то, чтобы я добыла пищу. Я взрывала больше территорий. Я смогла подавить меньше сон, войти в иерархию и подняться на более высокий уровень. Иметь власть и контролировать тотально. Владеть и контролировать. Этот мозг ответственен за агрессию, которая у меня вызывается импульсом. За имитацию. Я имитирую этот древний мозг. И что он видела, то значит тоже к семье в копилочку, как инструмент выживания. Этот мозг тяготеет к шаблонам. Он не любит производить какую-то харизматичную новую линию, новую методику проживания, манеру проживать какую-то ситуацию. Новое видение – нет. Шаблоны. Зачем мне что-то новое придумать, если это уже существует? Это все базы, рептилианты. Инстинкты, агрессия, подавление, власть, контроль, обогащение, завоевание территории. Это холодно выминает потом все. Вот. Рептилианный мозг. И вся система государственная, можно сказать, планетарная, земная, она рассчитана на манипуляцию рептилианжем мозга. Потому что рептилианный мозг, он сотрудничает со средним мозгом, лимбическим и вельтым эмоциональным. Лимбический мозг. Эмоции. Генератор наших эмоций. Страх, радость, грусть, меланхолия, удовольствие, веселье. Вот эти состояния, это лимбический эмоциональный мозг. И он существует, более новый мозг, 50 миллионов лет. И таким образом 50 миллионов лет вот эти два мозга, они в сцепке. Они в дружбе. Они. Рептилиан выдает сигнал лимбическому. Лимбический. Выдает эмоцию. И лимбический мозг в гармонии с рептилианом. Что не надо ничего нового. Зона комфорта. Надо жить в определенном ритме, в рутинном ритме. Типа мамина каша. Мамина каша. Любимая мамина каша. То есть тепленько, уютненько и нигде ничего не пробывает. Вот этот вот эмоциональный мозг, он любит комфорт и защищенность. А, конечно, это же все завязано на репродуктивной функции, на свивание гнезда, чтобы там все было мягенько выложено, чтобы занести птенца. Это все вот базовый инстинктивный животный мозг. Потому что у нас половина гума сапиенса, половина динозавра. И вот динозавры мы на нижних этажах мозга, на рептилианах на данном уровне. Опасность. Беги. Атакуй. Агрессия. Все это тебе надо. Потом идет наверх самый новый мозг. Полтора два с половиной миллиона лет. Нео-корпис. Новая кара. И вот нео-корпис, чтобы только представили, имеет в своей базе 16 триллионов нейронов. И эти нейроны, они делают разные синаптические сцепки. Благодаря этим сцепкам формируют электрический сигнал, нейроны, которые контролируют нервы. Наш высший нейрон. Нео-корпис. Высшая нейронная система. Которые контролируют наше все поведение. Функции орда. Нео-кортекс у нас как бы разделен на два интеллекта. Когнитивный, как вы знаете, и эмоциональный. Когнитивный интеллект собирает информацию, которая поступает с базового мозга и дает объективную ей оценку этой информации. То есть что получается? Психологи говорят, вот испугался, или там паника, или хочешь кому-то дать там реакцию какую-то физическую или словесную, посчитай до десяти. Почему посчитай до десяти? Потому что сигнал, который поступает нам через органы зрения, слуховые, он поступает сперваторептилиановый. Рептилиановый, видишь опасность делать ноги, беги. Он не думает рептилиановым, он реагирует. Потому что функция его самосохранения. И что происходит? Потом мы, а вроде бы и не надо было так реагировать. Потом идем против прощения, да проститами. Потому что неокортекс не успел обработать информацию. Он должен вот где-то десять-пятнадцать, десять секунд, в общем, говорят ученые, которые занимаются изучением мозга. Десять секунд вот именно длительность поступления в неокортекс информации. Поэтому, если какой-то сигнал поступает, и вы чувствуете импульс реагирования, мы могу вдохнуть, посчитать до десяти, и все, и картина изменится. Неокортекс включится, и начнет свой процесс объективного взгляда на ситуацию. Неокортекс, тут кара больших волшебных, он имеет радость. А вы представляете, что такое шестнадцать триллионов нейронов в разные сцепки. Чтобы описать вот эти все сцепки, ученые почитали, нужно семьдесят пять лет писать нули. Но возможность вот этих сцепок, а они зачем? Для гибкости мышления, для креативности, для развития. вот эта возможность, она блокируется рептилианам в лимбическом сознании. Потому что для создания рутины и комфорта сцепок нужно очень мало, и они не развиваются. Весь потенциал, заложенный в неокортексе, он используется только на какой-то минимальный процент для нашего жизни. Кто виноват? И кто виноват? Мы сами. Потому что вот это богатство, вот этот клад, да? Мы уже прошли путь камней, растений, животных. Мы в данном, в данной ситуации ума сапиенсы. И вот все богатство, которое нам дано, мы имеем в потенции, но совершенно не имеем в силу. Потому что очень большой акцент, очень большая идентификация наша вот с этим базовым слоем мозга. Чем это чуревата? Ну вы знаете, чем чуревата. Все жалуются на жизнь, мало счастливых, мало радости, мало гармонии, мало человек человеку брат, да? А не волк. А почему? Потому что репетериантный мозг, у него ипатии нет. Он не чувствует твоего, он не чувствует твоей радости. Он чувствует только свое. Это хладнокровный мозг. Говорят, хладнокровный убийца. Все нормально. Потому что все начинается с какой-то чувствительности к ближнему. Все начинается на протексе пациента. Состояние другого человека. Это, да, протекса. Не репетериантный. Репетериантный. Только я. Я любимая. Все. Наша. К чему мы подходим? Наша. Эх. 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 Есть такой потрясающий ученый. Ваш Питерский. Ректор. 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 Университета. Аграрного университета. Виктор Алексеевич Ефимов. И вот где-то в 80-х годах он читал лекцию в КГБ об интеллекте. Ефимов, он доктор экономических наук, кандидат в экономических наук, и некоторых аграрного университета. Я просто говорю ему статус. Что вот где вот эта статусность системная, да, и где трансцендентальность. Вот посмотрите где. И лекция в КГБ. Прямо вот на Ютубе. Возьмите, наберите Ефимов лекции об интеллекте. Выйдет сразу в его лекции. В чем гениальность? Его лекции об интеллекте. Опять надо просто собирать вот эти знания, которые идут от запада в стиле мышления, чтобы открыть картину мира и познать ее. Потому что можно сколько угодно играть каких-то там монахов буддийских, одевать их одежду, садиться ноги лотосом. Но внутренне мы не станем людьми этой культуры мышления. Мы останемся в западном стиле созерцания этой жизни. И поэтому нам, вот все эти люди, которые пытаются нам объяснить наш соотечественник, как Ефимов на пальцах, как работает наш интеллект в восприятии космического пространства, и какие отношения между человеческим способом и космосом, он объяснит очень просто. Понимаете? Смотрите. Поверьте. Поверьте так. Я просто вот включу лептилиановый мозг и имитирую Ефимову. Вот имитация. Значит, что такое интеллект? Определимся. Интеллект – это способность воспринимать окружающую среду, собирать информацию и адаптировать ее для себя и для своего развития. Значит, первый уровень интеллекта, скажем, нулевой уровень интеллекта – камень. Камень не воспринимает внешнюю среду. Солнце, дождь, снег, ветер, что угодно. Камень – он хамень. Нулевой интеллект – ноль. Минеральное царство. Нулевой царство. Затем идет первый уровень интеллекта – растительный мир. Растительный мир. Солнышко там – доловка цветочков. Повернулся в солнышко. Водичка глубоко – корни вытянулись, чтобы эту водичку забрать. Водичка близко – корни ухратились. Пошла работа интеллекта. Взять информацию из внешней среды и адаптировать для своего развития. Начальная степень – растение. Затем идет второй уровень интеллекта – животное мир. Животное. Там уже подключается лимбический мозг, эмоциональный мозг. Уже животное ощущает, что эти условия принесли какую-то радость. А это боль. А это я. Вот этого человека у меня был когда-то. Я его люблю. А вот этот мне что-то дал вкусненькое. И не человек, они не понимают, что я такой человек. Дал мне что-то вкусненькое. Вот я появляю хвостиком. Пошла уже на трептилианном уровне. В сознании пошла включаться уже лимбическая система мышления. Животное мир. Над животным миром – это кто? Мы. Мы любимые. Homo sapiens. Но тут особенность. Каждый по вертикали уровень интеллекта очень хорошо понимает нижележащий уровень, но не понимает вышестоящий. И что получается? Животное понимает, что это растение, которое можно съесть. Но растения не понимают, что такое животное. И если это капуста, и к ней подошла коза и съела лист. Капуста не понимает, что лист съела коза. Она думает, что у меня был лист, и вдруг что-то сверхъестественное произошло, и нет листа. Затем этот человек. Он понимает, что такое животное, и что такое растение, и что такое камень. А животное не понимает, что такое человек. Он не понимает, что перед ним вот такая сложная структура с тремя мозговыми типами деятельности, что вот это вот человек Homo sapiens, которого сотворил космос, что это звездная пыль в определенных химических соединениях вот привела к такому образу. Нет, не животного, это сверхсила. Я голоден. И вдруг появилась какая-то сверхсила. Бог! И насыпал мне в блюдце он. И вдруг она меня шлепнула по заднице, потому что я что-то не то сделал. Это сверхсила, это какое-то абстрактное совершенно видение. Он так живет в блюдце. Бог! Потому что он надо мной. Я его не понимаю. Но он самец. А кто нам сказал, что конец здесь, что мы венцы всего космоса? Нет. Он и не продолжается. И вот тут весь начал подумать. Почему задают вопросы? Потому что над дыр мы не понимаем. Мы понимаем о дыр. Но что над нами? Для нас. Волк, абстракция. Слышь. Было и нету. Мы реагируем как просто наказан. И за что? Пришло, наказало, забрало, убило, заболело. А это просто вселенная через полеерархическую структуру пытается с нами общаться. И если мы сворачиваем не туда, значит, получаем. С первой сигналы магида. Не понимаем, не читаем сигналы. Уже бьет посильнее. Ну, не понимаем, бьет посильнее. Тогда просто с поля игры убирают нас. Но кто над нами? Мы не понимаем. Потому что мы пытаемся понять это интеллектом, инструментом нашего. Не сознание, а инструментом ума. Рассудка. А рассудок ограничен. Он настроен только на понимание того, что под нашим интеллектом. Поэтому мы считаем себя творцом природы. Человек, вернее, не творцом, а венцом. Человек венец природы. Так же, как считает животное. Себя венцом над растением. Их зарабатывает ее уже на более высоком уровне. А вот эмоциональный интеллект. Он обставлен. Это пространственное видение. Это ощущение цвета. Это способность творить. Это способность чувствовать. И все вы знаете. Для музыканты это муза, вдохновение, для художника. Все говорят о вдохновении. Петховин выходил ночью и смотрел на звездное небо. Его спрашивали, что ты делаешь? Он говорит, а я музыку получаю оттуда. А потом эту в кабинеты записываю. Вот именно из эмоционального интеллекта идут антенны. Мы им общаемся с космосом. Тут вступает один нюанс. Было бы все очень красиво. Как когда я с ним беседую с моих, так сказать, учеников, они говорят, ну, типа за три года просто. Вот у меня в жизни все по-другому. Вот у меня какой-то получается. Почему не получается? Теперь очень не получается у нас. Я не буду обманывать вас себя. Потому что иногда-то у меня не очень работает хорошо память. Ну, где-то, наверное, в 80-е, 90-е годы. Нет, это уже не ставится в 90-е годы. Институт мозга Бехтерева в Петербурге ставит эксперимент. Что происходит с мозгом человека, когда он находится в состоянии молитвы? Молитвы, медитации, когда он абстрагируется от жизни. Инициатива этого эксперимента у техасского американского университета. И они создают экипу и изучают мозг. Кто у них кубая, кто у них такой человек, грибной человек, на ком они экспериментируют. Они идут в монастырь и просят одолжить монаха на этот эксперимент. Им дают молодого человека, 23 года, который находится в состоянии недельной молитвы. То есть он ходит, он разговаривает, он реагирует на все. Но внутри себя он постоянно мылется. Его помещают, делают ему келью. Помещают в это, делают ему условия как в монастыре. И он как на работу ходит в лабораторию, подключает осциллографы, выводит на аппаратную систему и начинается щитка информации, которая всех повергает в шум. Они разговаривают с ним, он отвечает. Он находится в трансе, но он на все реагирует. У него тело функционирует, он все нужды справляет, он кушает, он отдыхает. Но задним фоном он молится. И молится именно не два часа, не час, а уже недельное состояние молитвы. Выводит информацию на аппарат. И аппараты сканируют картинку мозга его. По словам, куда информация поступает. Семенная доля. Доля, которая отвечает за идентификацию личности. И которая в нормальном состоянии у человека продуцирует 14 Гц квантовой волны вибрации. 14 Гц. Вот мы сидим все, вы слушаете меня и говорим, у нас вот оттуда 14 Гц волна. Замеряйте него. Волна 3-4 Гц. Если сейчас подойти искусственно на теменную долю поддействовать и опустить ее до 3-4 Гц, мы впадаем в ком. В глубокую кома в реанимации. 3-4 Гц. Но 3-4 Гц волна у детей. До того, как мы говорим, ты, Маша, тебе 3 года. А мама твоя Наташа. А папа Петя. Папа работает там-то. Мама работает там-то. Повтори. Я Наташа, мне 3 года. Вот. Вот с этого момента начинает что идти? Подниматься волна. Подниматься вибрации волны. И человека мы, вот этого маленького человечка, отключаем от его дома космического, откуда он пришел. И как рогами антенны его оттуда в землю. Потому что, когда человек уходит в молитвенное состояние или в медитацию, и понижается волна этих гц, разрушается скорлупа идентификации, которая отключает нас от вселенского потока. И мы, в полном одиночестве, в камере, начинаем говорить. Бога нет! Бога нет! Ничего не помогает! Я молюсь! Он ничего не дает мне! Потому что мне, я пошло работать это. И к себе это работает что? Рептилиановое сознание. Обогащение. Материальное благополучие. Подавление меньшинства. Иерархия. Агрессия. Инстинкт выживания. И как можно больше сюда, сюда и сюда. Все. Купол. Не опокой пространственной мысли, креативных идей и поддержки, главное, энергетической поддержки. И звне мы уже не можем рассчитывать. Потому что вот эта вибрация, возбуждение, она блокирует волны космические. Все. Мы не существуем для космоса. Маленькие, покинутые вот эти вот существа, которые выживают. Почему все гуру говорят? Поднимайте свой уровень квантовых вибраций. Потому что квантовые вибрации, что у всех же наоборот есть. У всех этот национальный интеллект. Поэтому, когда мы, почему саксанги нужны? Потому что мы, когда говорим на эти темы, мы как инструменты музыкальные, мы начинаем подстраиваться под новую вибрацию. Мы все подстраиваемся под вибрацию. Почему иногда у человека, когда вот эти вибрации более развиты, и он попадает в атмосферу низких вибраций, ему закладывает грудь и сердце нехорошо. Потому что вот именно на вибрации идет реакция наша, по клеточному, мембрана клеточная, она реагирует на квантовую волну окружающую. И подстраивается в нее. Поэтому говорят, саксанги очень помогают. Потому что, когда мы сидим, мы начинаем именно продуцировать клеточную вибрацию, вот новую вибрацию. Вибрацию, которая заложена в потенциале у нас. Но сейчас вот, вернувшись к эксперименту, теменная доля. Монах. Три-четыре герца. Ни в коме. Прекрасно отвечает. Рассуждает. Спрашивает. Ходит. Сидит. Кушает. Спит. Все функционирует. И тут мы вспоминаем кого. И вспоминаем индийского гуру, который сказал. Мисс Аргадата Макаршин. Вы тот, с кем вы себя идентифицируете. Если вы идентифицируете себя с концепцией я, есть тело, ум, не жалуйтесь. Тело будет болеть, стареть, умирать. Ум будет дымить всякие воспаленные мыслительные образы, переживать, хотеть, желать, иметь страх потерять желаемое. И вы хотите достичь какой-то нирваны, дзенок, покоя. Значит, должна быть переориентировка. Я. Сознание. И он говорит, в моем отличии от вас, что вы считаете, что сознание у вас в теле, а я считаю, что в моем сознании все тела мои, которые уже приходили козла. Откуда приходили? Из пространства мыслей. Как работает пространство ДМС? Она не работает, она просто есть. Это вот опять-таки западный стиль мышления. Все должно работать, все должно идти в каком-то процессе, но это наш, наш язык. Я говорю, почему мы не воспринимаем учения индийских гуру? Потому что генетически наша система мышления сложена так, что с нами надо говорить. Романам Харши создал свое учение на одном вопросе. Кто я? И когда к нему английский журналист приехал в его ашрам, пришел к нему и говорит, ну, Романам Харши, давай все говорим на трансформентальные темы, на экзистенциальность, о чем я живу. Он посмотрел на него и говорит, а кто вы? Он говорит, я? Я офицер морского флота. Он говорит, нет, 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 подождите. Я спрашиваю, кто вы? Он говорит, я какой-то, какой-то, мне столько... Он говорит, нет, это вашему телу столько лет, и это ваш статус, меня он не интересует. Вы знаете, кто вы? Ну, вот когда сидите и помолчите, три дня, неделю, месяц, когда ваш мозг успокоится, когда вы поймете, что вы не тело и не ум, вот тогда поговорим. И он говорит, я стал молчать, но сидеть рядом с ним. Хвантовые вибрации и его боли. И он молча сидел, к нему подносили фрукты, он ел, к нему приходили его ученики, садились рядом, уходили. Он ложился, спал, вставал, садился. И тишина во шраме, никто не говорит. Потом к нему подходили люди, которые приезжали издалека, из Индии, и говорили намасте. Говорили, спасибо, горе, поворачивались и уходили. Уходили с просветленными глазами. От тишины, молчания. Вот Романа Махарши, он работал так. И вот этот английский, с оксидентальным западным мышлением, журналист, он говорит, я сидел, первый день это было быкно, у меня мозг взрывался. Я хотел спрашивать, но нельзя было говорить, но нельзя было спрашивать. через три дня все стало спокойно, не стало спокойно. И что происходит? Пошли вибрации. Вот эта квантовая волна вспыхает. И через неделю он вдруг повернул на меня голову и посмотрел мне в глаза. Вот эти черные глаза, две звезды. Я посмотрела, как в эти глаза ни трав, ни наркотиков, ничего не было. И меня про это несло. И я понял, кто я и откуда. Только вербальный аппарат, словесный аппарат не может это выразить. Это каждый понимает через интуицию. В состоянии медитации. Романа Мухашев. Он стал учителем Роберта Анас. Вот если вас заинтересует, я была прожена на Витубе, на русском. Вот этого американца, потрясающего, я скажу, западного группы, в которых уже нет живых, Роберта Анасова. Сацан. Примерно брать сацан Роберта Анасова. Роберта Анасова. И, ты знаешь, да, Мухашев. Роберта Анасова тоже слушает. Вот тот тоже приезжал прямо на Мухашев. Но, вот Роберт Анас как раз с нами и говорит более логически. Он интервал. Какую работу они делают? Медик Волф, вот этот математик. Они, достигнув, я не люблю слова просветления, иллюминация, пробуждения, но достигнув внутреннего понимания того источника жизни, проявления материального, которого я являюсь на этом матресе жизни. Они перекладывают с языка интуитивного индийского на наш стереотип мыслительных западных аргументов. Пожалуйста, факты, чтобы меня логика заработала и пришла к какому-то выводу их пониманию. Нисадгагата Махарчи, вот тоже потрясающий грудь, он очень здорово объяснил пространственную мысль. Что такое пространство? Он говорит, возьмите спичку, чиркните, будет огонь. Дуньте, задуйте спичку, огня нет. Потом опять чиркните, опять есть огонь. А почему он есть? Потому что принцип огня вы не затушите. Есть принцип огня. И вот в пространственной мысли он будет постоянно, это принцип огня. А спичка с огнем – это созданные условия химические и проявления этого принципа. И пожары будут, потому что принцип существует. И то же самое. Источник жизни человеческой он в пространстве. Поле он в пространственной мысли, от которой мы их отключены. Почему мы отключены? Вот потому что идёт идентификация нашей личности. А почему это происходит? Потому что рептилианный мозг говорит, «Ты – ноуа сапиенс, ты умнее животного, ты можешь его подавить, сделать свою жизнь в качестве, ты можешь его съесть, убить, потому что ты умнее, ты не сильнее, но ты умнее». И пошло, а, ты можешь животного убить, ты можешь более слабого человека подавить. Пошла вот эта власть, пошла восстраиваться иерархия. И всё, и мы застываем на этом уровне. Масс-медиа манипулирует только рептилианным сознанием. Если человек уходит на уровень неопортекса, он понимает, что границ, границ с пространственной мыслью нету, что он и есть часть пространственной мысли. Как ты им будешь манипулировать? Надо манипулировать всем космосом, чтобы манипулировать этим человеком невозможно. Только рептилианным, базовым мышлением можно манипулировать через страх и желание. Вот как работает масс-медиа. Купи, купи, купи – станешь счастливее. Бойся, бойся, бойся. И криминалы – всё это бойся, бойся, бойся. И вот мы живём между страхом и желанием, между страхом и желанием. А неокортекс, он даёт вот эту свободу. Полёты, ты понимаешь, что ты как яблоня. Хоть яблоня же не думает. И на следующий год будут у меня яблоки или не будут? А если будут, какие? Красные или зелёные? Нет, красные не хочу, зелёные хочу. Яблоня – она часть космического пространства. Она знает, что они позаботятся космосом. И яблоня не будут. И какого нужно цвета. И не надо ничего. Она сдалась космосу. И всё есть. А мы – нет. Надо выживать. На Земле надо выживать. Надо зарабатывать. Потому что никто не поможет. Ну, твоя проблема. А если бы внутренняя работа шла. И сперва бы изменился статус вибрационный. И вибрации были бы уже синхронные с пространственной мыслью. То условия земные изменились. Или партнёр изменился бы. Который тебя там достает. Потому что уже всё. Ну, дальше просто ехать невозможно. Настолько всё базовое. И настолько всё на инстинктивном уровне. И партнёрши, и партнёрши. И друзья другие стали. И вроде бы как-то о выживании не думаю. Всё как-то получается. Складывается само собой. Почему? Пошла под ключ как источнику жизни. Если космос решил, что вы ему нужны здесь. Он не оставит. Он создаст всё, чтобы вот эта программа реализовалась. А этой программе нужно... Её нужно поддержать. Ей нужно есть, петь, где-то жить. Всё дам. Всё дам. Только развивайся. Только работай. Не думай о базе. Всё у тебя будет. Только если ты меня слышишь. И если ты чувствуешь, что ты моя часть. Потому что вот сейчас мы как раз и подошли. И я же никогда не готовлю эти все сацаны. Просто вот если в каком-то состоянии идёт одно зацепляется за другое. И вот сейчас мы как раз вот и вышли на то, что вот я такое. Что я такое? Я помню свою жизнь. Мне 53 года, да? Я помню свою жизнь. Вот весь мой путь. И я понимаю, что всё время идёт изменение. Динава год назад. Это не Динава сейчас. Я понимаю, что в 5 лет, в 10 лет всё время идёт трансформация. Идёт мутация. А почему это? Почему это происходит? Я понимаю, что самые несчастные мои периоды жизни были, когда эта трансформация была блокирована. Когда я думала, господи, я полгода назад была то же самое. Ничего не произошло. Почему у нас вот такое неудовлетворение идёт от жизни, когда мы не чувствуем ни внешнего прибыли, что сегодня у меня комната в коммуналке, а завтра у меня сам я. Ни этого. Когда я была полгода назад и сейчас. И ни никаких разумов не произошло. Потому что мы не выполняем задачу космоса. Первоначально. Космос. Космос тоже умирает. Для этого нам даже не представить нашим интеллектом продолжительной жизни космоса. У него тоже есть ночь, тоже есть день. Но вот сейчас космос в развитии. А как космос просто расширяется? Он расширяется за счёт информационной квантовой волны. И идёт расширение космоса. Значит что? Эта квантовая волна опускается на разные планеты и преобразуется в разные элементы. Мы же все космическая пыль. Вот этот стол у него атом. Тоже космическая. Вся материя космическая. Просто соединения другие. И тело это. И пиджак это. Это всё космическая пыль. И вот он опустился в растения, в камень человека. Заслужили своим эволюционным путём. И чтобы вот уже в гомо сапиенс волна пришла. Он сказал, да. Уже пройден элементарный уровень. Вот сейчас я пойду в гомо сапиенс. И этот гомо сапиенс, вот эта Наташа или этот Сергей, будет идти по земле и будет собирать информацию. будет накручивать эту информацию на своё сознание. И после того, как скафандр биологически отключится, эту информацию я заберу и расширюсь за счёт этой информации. Но принцип-то крупный, а не квадратный. Принцип-то, что поднимается информация от прожитых жизней. И она уже, не Наташа, не Серёжа, идентификация нивелируется. Пропадает. Происходит... Космос в переводе, знаете, порядок, да? Происходит иерархическое разделение информации. Если эта информация была набрана базовая, низменными вибрациями за жизнь, это секс, продолжение рода, материальное обогащение, вот этим репетелиановым сознанием информация, что космос делает? Он за качество. Он за то, чтобы информацию улучшить, за прогресс. Значит, он посылает, мог бы, вот эту вот частичку свою обратно в новое тело. Поэтому не Саргадата Махарджи говорит, я сознание, в котором тела, а вы тело, в котором сознание. Потому что вы идентифицируетесь с концепцией тело-ум, а я идентифицирую себя с концепцией чистое сознание. Поэтому самые гениальные выру молчат, да? И она здесь, она пространственная. Чем больше вы говорите, более мы ее спугиваем. Она улетает от нас, потому что слишком уж активные, слишком уж эмоциональные. Но наш опыт и наше общение в этом. Но говорить хотя бы, почему я начала с фразы кофе-брейк. кофе-брейк в нашей рутине, чтобы немножко подтянуться, не проснуться, хотя бы открыть пока глаза. Потому что на нас смотрят люди, которые, простите, люди, которые уже достигли каких-то высших измерений, как на зомби. Вот кто занимается астральной проекцией, то есть кто может уже вывести свое сознание на уровень астральной и видеть со стороны тела, они говорят, иногда просто смотришь и видишь людей зомби, роботы. Вот идут и все спящие, все спят, все спят. Рождается волна нового поколения, проживает то же самое по шаблонам. А почему по шаблонам? Рептелиановое сознание, шаблонное сознание. И вот эти шаблоны, они не дают проявления космического проекта. Мы не можем понять, что от нас хотят. Потому что мы понимаем, что я здесь не для того, чтобы каждый день идти по той же траектории, заканчивать так же, как вчера, позавчера, пять лет назад. И потом становиться, вместо того, чтобы к старости подходить умудренно, всепрощающим, всепонимающим, без агрессии, спокойно. Идешь в транспорт, там, бабка какая-то 70 лет. Такие вибрации идут. Смотришь, думаю, что ж, боже ж ты мой, ну вообще ничего. Ничего там даже где-то хоть какой-то импульс. А ведь скоро же уходить уже. Все, часы-то, часы показывают, что все закончилось. Почему? Потому что говорить с нами, с западниками, которые все знают, которые ученые, у которых статусный рост вот этих всех кандидатских, докторских, академики. говорить о том, что существует над этим важным академиком настройка супра, супраумана. Он гомо сапиис, несовершенное создание. Потому что у него это тело, этот скафандр, который подвержен опасности, который болеет, который нужно кормить, у которого физиологические процессы происходят периодически. Ну, не заслужил пока новую волну. Потому что новую волну нужно выработать в себе внутренне, подготовить себя. И когда ты уходишь, ты выходишь на качественный, вот квантовый скачок в своей жизни. Ты уходишь, понимая, чувствуя счастливо. И ты закладываешь новый фундамент к новому приходу. А они постоянно вот говорят, да, вот этот вот круг самсары. Все время душа уходит, приходит, делает новую карму, потом ее цель-то вывести на нейтрал эту карму. А она опять что-то творит, что-то зарабатывает, приходит опять разрешать. Никто не может выйти из этого круга. Да, не выйти. Потому что если постоянно ты приходишь и в рептилианном сознании между желанием и страхом живешь, ты никогда не выскочишь. Чтобы выскочить внутренняя работа, квантовый скачок, и тогда ты выскочишь. А если ты не веришь, что над тобой, как вот Ефимова объяснил, есть другой уровень, а над ним другой уровень космической иерархии, а ты их не видишь, потому что у них нет скафандра визуального, потому что они супра. И это твой следующий шаг быть вот этим в сознании космическом. И ты говоришь, что космос образовался Биг Бэнк, взрыв и образовался космос. А ученый, физик-антовщик, бразильец Лаэц и Фонсека, он нам вот этот аргумент, он просто берет чашку, бросает, и чашка фарфоровая раскалывается на множество кусочков. Он говорит, но взрыв произошел. Что ж они не поднимаются, не образовываются в совершенной структуре? Что ж они опять не поднялись и не образовались в новую чашку? Не работает теория Биг Бэнк? Значит, есть за этим что-то нами непознанное? Взрыв, и мы такие вот сложные организмы, да, после вот этого взрыва и хаоса, осколки, которые нужно выбросить, образовались вот в человеке, да, в какие-то строения мозговые. Вот просто так. Бомба взорвалась, а из-за него осколков образовались какие-то очень интересные, хорошо продуманные, с логикой, с какой-то совершенно программой совершенной. Те же компьютеры от взрыва образовались. Не работает ни диалектический материализм Дарвина не работает. Сам физики сейчас признают, вот и сейчас тенденция мировой науки, наука лимитирует. Дальше творец. Творца познания может. С Эйнштейна началось, это Эйнштейн говорил. Ребята, Сократ говорил, началось, продолжилось, я имею в виду современие. А Сократ говорил, не спрашивайте меня на эти темы. Эти темы наш аппарат не воспринимает и не может выразить. У них только можно верить. Верить, что это так. А мы и верить не можем. Поэтому нам надо объяснить через вот прекрасных вот этих ребят, молодых ребят, вот этих физиков-атомщиков, которые уходят в транссоциализм, уходят в экзистальные проблемы. И говорят, что ну вот, вот чашка разбитая. Давай, давай, где? Где новые структуры? Нету? Нету? А почему? А ты говоришь, что Биг Бэн? Биг Бэн. И все, вот и после взрыва образовался этот мир. Ну, если даже он образовался, значит, кто-то его образовал. Целая цепь иерархии космической. А мы камни, растения, животное, человек. И все, все закончилось. А дальше все. А дальше темнота. И дальше продолжается. И над этим, и над темно. Ну, не дано нам. Не дано познать интеллектом конкретного мышления. Не дано почувствовать. Поэтому в медитация приходит это знание. Приходит эта информация. Когда успокаивается ум ревтерианом, когда вибрация принижается, и мы растворяемся в космической реальности, socied list of answers не высшие. Что называется полэнштру высшее сознание? Наше сознание. Называется почему? Потому что, иначе не объяснить пробуждение сознания. Вы скажете, я так сознательный. Почему говорят пробуждение высшего сознания? Пробуждение сознаний, которое соединяется с чистым сознанием, с реальностью, который является единственной истиной. Почему? Потому что она не меняется. И опять-таки обращаясь к индийским гуру, уж какие батл я их аккомпанировала, даже я же езжу на сансанге, вот муджи приезжает из Индии, и к нему приходят специально ученые, психологи, врачи, адвокаты, такие вот заформатированные квадратные головы, начинают с ним спорить. И так здорово вот эти вот батлы аккомпанировать, потому что одна фраза его, и ты в двадцатом положении. А фразы какие? Он говорит, понимаете, вот истина, она неизменна. Если истина изменна, это не истина. Значит, что не меняется? Пространственное поле. Не меняется абсолютно. Оно неизменна. А если не изменится, значит, это не истина. Сегодня ты любишь, завтра ненавидишь. Сегодня ты больной, завтра ты здоровый. Сегодня бедный, завтра богатый. Послезавтра опять бедный. Все меняется. Значит, вы выстраиваете свою жизнь на иллюзии. Ваша жизнь иллюзия. И вы пытаетесь в этой иллюзии увидеть истину. А вы ее никогда не увидите. Вы страдаете. Потому что вы в данный момент видите вот фокусом только то, что имеете, и не можете ощутить то, что это проявленная мысль, и что явилось ее индикатором для того, чтобы она родилась. И как она, куда это проявленное состояние растворить, куда она уйдет. Вы только фиксируете вот этот момент и на нем выстраиваете свою жизнь. А момент не стабилет. И завтра этого нет. Я буду любить тебя вечно. Мы проживем до старости и умрем в один день. Через год раз в год. Все вот это вот состояние, оно изменчиво, значит, это опять-таки не является тем, к чему мы должны прийти. А мы хотим, мы хотим понять. Если я уже выняла вот эту общую картину, что во мне частица вселенского разума, значит, я должна быть в контакте с этим разумом. Я не могу. А почему я не могу? Ну-ка, давай загляну в свою голову. Че мне мешает в моей голове? А-а-а. Ну-ка прослежу мысли. Что это мысли? Не понравилось, как взглянул на меня вот этот человек? А-а. Рептилиановая включилась. Позавидовала че-то кому-то там, что скрайнее, красивее, моложе? Рептилиановая включилась. Грустно что-то мне стало, жалко человечество, плакать хочется. Олимбический мозг. Простите, а неокортекс? Неокортекс за целый день. Где он проявился? В чем он проявился? Ни в чем. Так, давай, давай помедитируем, давай успокоим, давай немножечко посмеемся на двое мысли. Давай направим фокус сознания на каждую мысль, что проходит. И она стыда растворяется. Вот попробуйте. Это так интересно. Закрываешь глаза, ложишься и заглядываешь к себе в голову. А там хаос. Там одно цепляется за другое и опять возвращается к третьему. И в этом хаосе начинаешь разбираться. Просто начинаешь смотреть на эту мысль. А на хоу ее нет. Из релоти я ушла. Другая хоу ее нет. И все, и пустота, и тишина, и в этой тишине музыка. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.